Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Яиша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. Бюджеты местного самоуправления внедрят в Казахстане с 2018 года. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил депутатам Ижлиса законопроект о самоуправлении. В Уральске закрылся городской родильный дом. Сейчас жительницы областного центра рожают в городской многопрофильной больнице. В 2016 году 69 работодателей привлекли к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. Общая сумма штрафов составила более 10 миллионов тенге. Бюджеты местного самоуправления внедрят в Казахстане с 2018 года. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил депутатам Ижлиса законопроект о самоуправлении. Бюджет будет утверждаться маслехатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества. А исполнение бюджета возлагается на аппарат Акима села. Таким образом предусмотрены механизмы, позволяющие планировать расходы бюджета с учетом интересов местного сообщества, сообщил министр. А депутаты усомнились в этом. Начнем с того, что журналисты напомнили министру о том, что два его предшественника на данном посту ушли при скандальных обстоятельствах. Экс-министр национальной экономики Хуандах Бишимбаев потерял кресло после возбуждения коррупционного уголовного дела. А его предшественник Ирбулат Досаев подал в отставку после земельных митингов. Выступая перед депутатами, новый министр экономики Сулейменов все время просил разрешения отвечать на вопросы на официальном языке. Позже он признался, что за пять лет в Москве он подзабыл родной язык и пообещал, что за полгода выучит казахский. Как сообщил министр Сулейменов, с января 2018 года сельским акимом расширит полномочия в плане финансирования. Теперь использовать деньги на строительство дорог или ремонт коммуникаций они смогут на уровне бюджета сельского округа. Раньше для этого приходилось запрашивать деньги у глав областей или районов. Нововведение заложено в законе о местном самоуправлении. Сельских округов в стране около двух с половиной тысяч. Светит им 110 миллиардов тенге. Впрочем, на каждого акима приходится чуть более 130 тысяч долларов. Министр пообещал сделать для акимов пошаговую инструкцию, как тратить эти деньги. Мы подготовим более подробную информацию о том, как ведется подготовка кадров, по каким программам, какой объем средств, какой охват соответствующих специалистов предусмотрен. А в дальнейшем, после принятия закона, мы начнем работать уже сейчас, вот с этой, я думаю, брошюрой. Это будет достаточно удобный инструмент, что основные вопросы, которые волнуют людей, которые вновь начинают этим заниматься, чтобы в ней содержались ответы. Главным источником доходов для акимов станет управление объектами районной коммунальной собственности, то есть аренда. Правда, перечень их и невелик – клубы, библиотеки и детские сады, если, конечно, таковые еще остались в сельских регионах. Помимо использования коммунальной собственности, сельские акимы смогут формировать свои бюджеты за счет благотворительных и спонсорских взносов, отдельных видов штрафов, платы за размещение наружной рекламы. Но спикер Нигматуллин раскритиковал законопроект. По его словам, сельских акимов нужно обучать управлению бюджетом, иначе они могут стать потенциальными клиентами Финпола. Когда и кем будет организовано обучение, другого слова здесь нельзя применить, никакая брошюрка, тренинги, информационные группы не подготовят этого бедного акима, сельского округа и поселка, который никогда не управлял такими средствами денежными, коммунальной собственностью, то, Тимур Мрач, в лучшем случае мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств. А в худшем, акимы этих поселков, сельских округов могут стать потенциальными клиентами антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности. А пока в селах и городах районного значения проживают половина населения республики, однако местные органы власти до сих пор не способны создать для них все блага. В некоторых поселках, даже под Астаной, люди живут как в прошлые века. Вместо чистой воды соленая из колодца, вместо света керосиновая лампа. Для ремонта одних только сельских дорог нужны миллиарды долларов, не говоря уже про элементарное благоустройство. Причем деньги эти выделяются из республиканского бюджета, и на дороги, и на водоснабжение, и на социальные объекты. Но реальных результатов сельчане не видят. Боржан Шайхмед, Анизатор Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Депутатская фракция АКЖОЛ предлагает создать несколько пенсионных фондов и отменить монополию ЕНПФ. Озвучивая запрос фракции на имя премьер-министра и главы Нацбанка, депутат Яспаева выразила неудовлетворенность пояснениями Нацбанка по вопросу нашумевшей сделки ЕНПФ на 5 миллиардов тенге. Следует также напомнить, что средства ЕНПФ не являются добровольными накоплениями, а собираются наподобие налогов в обязательном порядке и поэтому нуждаются в особом внимании и защите, отметила Яспаева. Кроме того, фракция просит о возвращении конкурентным подходом к деятельности пенсионных фондов в лице нескольких крупных независимых участников, которые предоставили бы вкладчикам возможность выбора, на основе рыночной конкуренции, под жестким контролем государства и правительства. Наша фракция считает необходимым выразить категорическое несогласие с некоторыми пояснениями Нацбанка о том, будто в нашумевшей сделке на 5 миллиардов тенге ЕНПФ распоряжался не пенсионными деньгами, а, так сказать, собственными средствами. Фракция ЖОЛ считает, что у ЕНПФ нет и не может быть никаких собственных средств, а все находившиеся в фонде финансовые ресурсы являются доверенными ему в управлении пенсионными накоплениями миллионных граждан, либо инвестиционным доходом с этих накоплений. Кроме того, монопольное положение и отсутствие конкуренции взаимания вкладчиков практически дестимулирует работу над повышением его устойчивости и доходности. В 2016 году 69 работодателей привлекли к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. Общая сумма штрафов составила более 10 миллионов тенге. Об этом сообщили в Управлении по инспекции труда. Самые большие сложности возникнают с погашением зарплаты работников предприятий, которые признаны банкротами. На сегодня более 100 работников ждут выплаты зарплаты. В 259 предприятиях была погашена задолженность перед более чем 2600 работников. И эта сумма составляет более 340 миллионов тенге. Это по итогам 2016 года. 409 человек Западно-Казахстанской области никогда не платили своим детям алименты. Об этом сегодня было заявлено на отчетной встрече с населением в департаменте юстиции. На какие хитрости только не идут люди, чтобы не платить своим же детям. Более подробно расскажут наши корреспонденты. Неплатежеспособные родители доставляют немало забот судебным исполнителям. На сегодняшний день в департаменте юстиции находится 8 тысяч исполнительных производств. Среди них есть оконченные дела, частично исполняемые и дела на тех лиц, у которых сумму по алиментным платежам высчитывают, как только начисляется заработная плата. Но есть среди алиментщиков и те, кто идет на хитрость, лишь бы не платить. А выяснить реальное материальное положение дел должника не представляется возможным. У нас таких компетенций нету, чтобы реально. Мы, как говорится, по зарплате, по имеющему имущество работаем. Да, исключается. Мы не имеем права. Это, во-первых, будет нарушение консульма прав человека. Так как оформленный человек, мы не имеем туда доступа, мы не имеем туда подходить и говорить. Да, бывает, говорят, он на вторую сжиму оформил, или на родителей оформил все свои бизнесы и тому подобное. Но это еще не все уловки, которые применяют должники по алиментам. Некоторые устраиваются на работу по договору, при этом имея хороший доход от своего дела. И получают, согласно этому договору, зарплату около 30 тысяч тенге. Таким образом, своим детям они выплачивают порядка 7 тысяч тенге в месяц. Должники, не работая, должники, не имея имущества, уходят от ответственности. То есть, далеко не всегда мы имеем рычаги полного воздействия, полного обеспечения по исполнению производства. Поэтому, вот, это тянется, это производство, допустим, не всегда в полной мере отвечает требованиям взыскателя. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК СРУДВА. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В октябре осудили прятавшихся в туалете от террористов военных. Дежурный по воинской части 66-55 нацгвардии Кайнарбек Тастанбеков получил 4,5 года лишения свободы по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшие тяжкие последствия». Его помощник Эргали Урожанов по этой же статье получил 3,5 года лишения свободы. Осужденных обвинили в том, что 5 июня во время нападения террористов на воинскую часть они не оказали должного сопротивления. Майор Тастанбеков вместо того, чтобы отстреливаться и предупредить другие подразделения части, сначала прятался с помощником в туалете, потом сбежал вместе с ним через окно. Сам Тастанбеков категорически не согласен с обвинением и в последнем слове назвал дело против себя заказным. Его помощник Эргали Урожанов вину полностью признал. Попросил прощения у представителя части. Напомним, группа террористов совершила вооруженное нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в октябре 5 июня. Экс-управляющему директору по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаухар Искаковой продлили срок содержания под стражей. Напомним, в Национальном бюро по противодействию коррупции установлены факты хищения бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма «Пеникс». Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительные и подготовительные этапы производства фильмов ТО «ТК Тюран» «Юниверсал Бизнес» перечислило 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым. Также доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой. В Уральске сгорела грузовая «Газель». Возгорание произошло около 8 часов вечера 17 января на улице Шолохова. Водитель транспортного средства остановился, когда заметил дым под капотом микроавтобуса. Но потушить самостоятельно машину не смог. Возгорание ликвидировали прибывшие на место сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. «За текущий год на автомобильном транспорте зафиксировано у нас 5 пожаров. Аналогично с 2016 годом 7 пожаров, что показывает уменьшение на 28%. Основной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки в автотранспортных средствах». Городской родильный дом уже не действует. Сейчас жительницы областного центра рожают в городской многопрофильной больнице. В здании, которое верой и правдой служило более 40 лет, планируют разместить наркологический диспансер. Сегодня наши корреспонденты побывали как в старом роддоме, так и в новом родильном отделении. Городской родильный дом начал свою работу в 1972 году. Здесь появились на свет десятки тысяч уральцев. Свой переезд сотрудники учреждений начали еще до Нового года. Сейчас помещения роддома практически пусты. Но в одном из кабинетов заснул воспользовавшийся ситуацией бездомный. Ведь в здании горит свет и подключено отопление. Сотрудники многопрофильной больницы отмечают, что в новом медицинском учреждении созданы все условия. «Сейчас в наше время родильные дома должны существовать в составе многопрофильных больниц. Чтобы рядом были другие профильные отделения, когда нам требуются специалисты узкие, либо какие-то смежные специалисты, чтобы можно было в любое время призвать на помощь, получить консультацию. То есть это очень удобно для населения, для работников городского родильного дома. И в главную очередь это важно для наших пациенток». Родильное отделение рассчитано на 90 коек. Ежедневно здесь принимают около 10 родов. Светлана Литвякова готовится к выписке. Она родила второго по счету мальчика. Имя ему придумают на семейном совете. «Предполагала, что я попаду сюда, потому что уже планировался переезд в это новое здание». «И что? Как все вышло? Кто родился?» «Родился у меня мальчик. Здоровый, крепкий, богатырь. Роддом приняли мне хорошо, врачи хорошие. Здание отличное, но есть минус – холодно». В новой городской больнице сейчас открылось отделение Центра обслуживания населения. Для молодых мам доступны четыре услуги. «Это регистрация рождения, постановка на очередь в детский сад, пособие на рождение и по уходу до одного года за ребенком. То есть мы оформляем это в течение 15 минут, сбор документов. Регистрация рождения происходит в течение двух рабочих дней, пособие на рождение – семь рабочих дней». В ближайшее время городская многопрофильная больница заработает в полную силу. Роман Копнеев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. «Один переезд равен двум пожарам. Общественное объединение «Батерек» переехало на новое место. Из-за этого работа по реабилитации детей, страдающих ДЦП, сейчас приостановлена». Руководитель «Батерека» Мируер Цанкаева заявила, что в новом здании не хватает места для оборудования и тренажеров. «Общественное объединение «Батерек» объединяет матерей детей с ДЦП. В 2016 году она отметила 10 лет со дня образования. За это время пришлось переезжать более пяти раз. И каждый раз в ущерб работе по реабилитации детей с особыми потребностями. Женщин-специалисты сейчас раскладывают вещи и думают, где установить оборудование и тренажеры. Сейчас «Батерек» расположился в бывшем здании городского отдела занятости и социальных программ. Площадь помещений центра сократилась в два раза. «Вы же видите, что у нас все еще упаковано, у нас специалистов очень мало, мы сами вот возим, тем более наш коллектив женщины, очень нам тяжело с перевозком и поставлять все это. Поэтому я вам сейчас точно не могу сказать, но в конце или в начале мы бы хотели очень уже начать занять работу». Руководители общественного объединения отмечают, что сейчас они ведут работу с полусотней детьми и их родителями. Мироэд Санкаева сомневается, что это последний переезд. «Детей не бывает ни чужих и ни разных. Составляя программы развития для здоровых детей и открытия объектов, нужно думать о том, что нужно и открывать объекты для особых детей. К сожалению, у нас в последнее время в этом плане очень, наверное, какие-то сложности, потому что я сама журналистам задаю вопрос. Вот вы ходите, снимаете, общаетесь. Вы можете мне указать объект, который занимается реабилитацией детей каждодневно? И никто не может на это ответить». Руководитель Батирека показывает счета на оборудование, закупленное на 10 миллионов тенге, передные центру олимпийским чемпионом Даниярам Елеусиновым. Водная стена для тренировки зрения стоит 385 тысяч тенге. Тучка над сухим бассейном обошлась в 190 тысяч тенге. «Средства олимпийского чемпиона, у меня есть комиссия, я уже до этого говорила, я в связи вот с этими вот такими обстоятельствами, я не могу отчитаться. Каждое средство, я уже говорила, они используют до копейки. Я не такой человек. Если вы будете сейчас смотреть, здесь даже больше найдете вы, чем 10 миллионов. И я думаю… «Они здесь уже, все здесь, закуплено». «Да, я думаю, что, знаете, такого человека, как Данияр Елеусинов, нам надо поощрять. Потому что благодаря им мы, возможно, и решим проблемы вот этих тяжелых детей». Несмотря на трудности, Центр для детей с ДЦП хочет возобновить работу с февраля 2017 года. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске прошел обучающий семинар по управлению сестринской деятельностью. Для того, чтобы научить младший медицинский персонал правильно общаться с населением и оказывать помощь, приехали специалисты Самарского медицинского университета. Также целью семинара является создание оптимальных условий для развития сестринского дела в Западно-Казахстанской области. Все подробности далее. Этот семинар для медицинских сестер является запланированным. Он направлен на развитие и совершенствование практических навыков. Также для того, чтобы медсестры могли правильно использовать полученные знания в своей нелегкой работе. Профессионалы сестринской службы Западно-Казахстанской области, надо сказать, что я за ними, наблюдаю за их развитием в течение четырех лет уже, очень потенциал большой у руководителей, у сестер, особенно у главных сестер. У них есть желание развиваться, желание совершенствоваться, желание все полученные знания и навыки использовать в практической деятельности. Сестринское дело включает в себя планирование и оказание помощи во время болезни и реабилитации, рассматривает влияние различных аспектов жизни человека на здоровье, болезнь и инвалидность. Специалисты из Самары отметили, что сестринское дело в Западно-Казахстанской области развивается и движется вперед. Чтобы наш средний персонал соответствовал международным стандартам, поэтому мы обращаемся в медицинский университет Самарский, институт высшего сестринского образования. У нас по области уже более 40% специалистов, руководителей среднего звена имеют высшее сестринское образование. По итогам семинара его участникам были вручены сертификаты. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В рамках эстафеты огня 28-й Всемирной универсиады, которая пройдет в Алмате с 29 января по 8 февраля, 60 факелоносцев пробегут по улице Муральска. Об этом сообщили на заседании в городском Акимате. Также в ходе расширенного заседания, где принимали участие спортсмены, активисты и студенты города, была презентована одежда факелоносцев. Подробности вы узнаете далее. Казахстан уже имеет опыт проведения церемонии эстафеты огня, которая поочередно пройдет по всем городам страны. В 2011 году Астана и Алматы принимали зимние азиатские игры. В этом году ответственности еще больше, ведь следить за церемонией эстафеты огня будут 57 стран мира. Уральский эстафет огня пройдет 27 января, и по подготовке к ней состоялось большое заседание. Мы собираем всех факелоносцев, которые будут участвовать на эстафете огня. Маршрут пройдет у нас в старт пединститут имени Мохамбета Утимисова, и финиш получается в теннисном центре. Руководитель отдела физической культуры и спорта города Ураль Казамат Нур Мохамбетов рассказал, что длина маршрута составит 12 километров, и каждый из факелоносцев пробежит по 200 метров. За неделю до самой эстафеты все будет оформлено, весь город будет оформлен. Списки факелоносцев утверждены, списки хранителей огня утверждены. В пятницу у нас пройдет первая репетиция непосредственно для факелоносцев и хранителей огня по ихнему передвижению по маршруту. И в воскресенье 22 числа пройдет генеральная репетиция по городу уже непосредственно во всей транспортной колонии. Стоит добавить, что в этом году факелоносцев выбирали по критерии от 18 до 29 лет, среди которых именитые спортсмены, победители республиканских и международных олимпиад, отличники учебы и активисты. И в завершение представители Управления физической культуры и спорта Западной Казахстанской области представили комплект формы факелоносцев. Сегодня для воспитанников областной школы-интерната комплекса для детей с нарушением слуха и речи был устроен настоящий праздник. Неравнодушные граждане совместно с областной мечетью организовали им визит на турбазу. Где дети могли покататься на лыжах, на снегоходе, на баллоне с горки, а также для детей был накрыт стол с различными вкусностями. Сегодня для воспитанников интерната с нарушением слуха и речи был устроен незабываемый праздник общественными деятелями совместно с областной мечетью, где дети могли насладиться вот таким вот аттракционом. Помимо аттракциона на снегоходе, детям представилась возможность покататься на лыжах и на баллоне с горки. Всего турбазу посетило 80 человек. Это воспитанники 6-11 классов школы-интерната и их воспитатели, которые не скрывали свою радость и поделились своими впечатлениями с нами. Сегодня мы так хорошо отдыхаем на турбазе. Тут хорошая горка, покатались на снегоходе. Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник для нас. Данное мероприятие, как отмечают организаторы, направлено на пропаганду здорового образа жизни, зимних видов спорта, привлечение подрастающего поколения в массовый спорт и просто подарить детям радость. Сегодня мы совместно с областной мечетью при поддержке турбазы САЯ устроили зимние мероприятия для воспитанников интерната с нарушением слуха и речи. Этим самым мы хотели показать, поднять детям настроение. Также хотелось бы отметить, что мы это все приурочиваем к 28-й Всемирной универсиаде. Помимо этого, для детей и их воспитателей был накрыт стол с различными угощениями и вкусностями, чтобы возобновить силы для дальнейших развлечений. Сергей Уланов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.ttdk-42.kz. Всего вам доброго и до встречи в эфире. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В Усть-Каменогорске днем минус 13, ночью минус 16 снег. В Караганде минус 9, минус 12 снег. В Шимкенте плюс 1, минус 8 снег. В Алматы минус 3, минус 13. В столице республики Астане минус 14, минус 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин